10 сентября. 24 часа, которые меняют нашу жизнь. Но единый день голосования и итоговое распределение мандатов – это лишь видимая фаза политического процесса. Самое интересное и важное происходит в кабинетах, за кулисами, на задворках. Мы хотим показать, как проходят выборы в Алтайском крае, каких совершенствований законодательства требуют выборы, насколько они честны и открыты как для избирателей, так и для кандидатов. Мы – это главный редактор информагентства «Политсибру» Дмитрий Негреев, юрист Сергей Веселых, журналист и редактор Елена Тетерятник, бийский журналист Евгений Плохотин, редактор телеканала «Наши новости» Василий Морозов. Больше месяца мы наблюдали за выборами, и теперь покажем и обсудим, что у нас получилось. Итак, дорогие друзья, выборы прошли, результаты нам всем известны. Отснято у нас очень много материала, настолько много, что, возможно, на два фильма хватит. Один из центральных эпизодов – это досрочное голосование, благодаря которому Барнаул на федеральном уровне прославился. Досрочное голосование – это яркое проявление административного ресурса. И об этом говорит сравнение Барнаула с другими городами Алтайского края и с другими городами страны, где проводились такие же, как у нас, муниципальные выборы. А почему такая большая разница? Ну, во-первых, потому что в Барнауле, и мы знаем это из тех сюжетов, которые снимали, досрочное голосование предусмотрено федеральным и краевым законодательством. Оно нужно для того, чтобы граждане смогли реализовать свое избирательное право в том случае, если в день голосования они не могут прийти на выборы. Но досрочное голосование – это право людей, а не обязанность. То есть никто не имеет права, никто не должен организовывать специально привод людей на досрочное голосование. Ну, у нас отсутствует вообще контроль за досрочным голосованием. В законодательстве перечень причин для досрочного голосования, он размытый. Конверты, в которые помещаются избирательные бюллетени, они никак не маркируются. Заявления не являются бланками строгой отчетности. То есть очевидно, что законодатель не в достаточной мере урегулировал Институт досрочного голосования. 30 августа. В этой барнаульской школе аншлаг. В кабинеты зайти непросто. Очередь, как в мавзолей, слышим реплику. День родительских собраний превратился в день выборов для десятков жителей этого района. Здесь, например, за 4 часа проголосовало почти 50 человек. Сегодня на нашей части школе было собрание родительское. Все родители пришли и решили дружно проголосовать. Досрочное голосование в Алтайском крае организовано не как во многих других регионах. Голосовать до дня выборов можно в участковых комиссиях, которых 251, а не в территориальных, которых лишь 5 по количеству районов. Большинство участков, конечно, в школах, поэтому призывать людей на досрочку поручили учителям. В итоге армия агитаторов резко возросла до нескольких сотен человек. Агитировали педагоги на родительских собраниях, причем не всегда разобравшись в предмете выборов, называя городскую думу государственной. Голосование, которое выбирают депутаты госдумы в 110 кабинете. Запишите в 110 кабинете. С 4 до 8 вечера в будные дни можно пройти с паспорта и проголосовать. Особо исполнительные руководители школ приказывали учителям составлять списки. Например, родители 1-го А голосуют 31-го в 16 часов, родители 1-го Б – 31-го в 17, чтобы все четко. А если не проголосуешь, минимум учитель попытается надавить на совесть, как в этом сообщении, которое показал нам один из родителей. Максимум непонятен. Угроз, конечно, не было, но люди предпочли не проверять. Шли и голосовали, как бы вдруг чего. Даже рассказывать нам об этом решались только не показывая лицо. А кто? Списочным составом. То есть прямо обязали? Обязали, да. Ну, это учителя? В школе? В школе, да. А что сказали, если вдруг вы не проголосуете заранее? Да ничего не сказали. Ну, и мы понимаем, что будет, если проголосуем заранее. А в каких словах вам в какой форме вообще сказали, что можно заранее проголосовать? Ну, сказали просто приходите, пожалуйста. Ну, все понимают, что такое, пожалуйста, настоятельно. Призывали на досрочное голосование не только учителя, но и работодатели, которым еще труднее отказать. Большой коллектив. Шеф подошел к каждому и сказал, объяснил. Что сказал? За кого-то конкретно голосовать? Нет. Агитации никакой не было. Право выбора остается за нами, конечно. По закону, причина для голосования досрочно должна быть уважительная. Но эта грань нормами не определена. В Барнаульском избиркоме заявляют, что одна из самых уважительных причин – сбор урожая, знаменитая на картошку. Алтайский край – это территория, ближе, конечно, больше аграрного. На избирательных участках понимание уважительности причин было разное, хотя его скорее можно было назвать непониманием. Мы вот приняли решение – сбор урожая, рыбалка, охота, торжественное приятие у кого-то, проводы у кого-то, свадьба. Придумывали уважительные причины люди и сами. И на участках их спокойно принимали, не подвергая сомнению даже с виду странные. Почему решили досрочно проголосовать? Просто у нас ребенок маленький. Ну и некогда будет потом просто. В таких списках уважительных причин, которые после начала досрочного голосования распространили по участкам, охоты и рыбалки нет, как и картошки. Выходит, большинство заявлений на досрочку содержали недостоверные причины. И это было позволено организаторами выборов. Так, в Барнауле досрочно проголосовало почти 28 тысяч человек, а это больше 27% от всей явки на выборы. И в этом смысле удобно, что досрочка проходила не на пяти территориальных, а на 251 участковой комиссии. Иначе очереди были бы запредельные, и получить такой результат было бы сложно. Другие крупные города Алтайского края такой аномальной досрочкой не отличились. В Рубцовске показатели досрочки почти 5,5% от явки, в Бийске чуть больше 6%. Наш коллега Евгений Плохотин регулярно обходил участки, но заставал там каждый раз такую картину. В Бийске, как и во всем регионе, голосовать досрочно люди начали 30 августа. Если в Барнауле наблюдался досрочный бум, то в Наукограде такого ажиотажа не было. Участковые избирательные комиссии были пустые. Досрочно лишь проголосовали единицы. Так, конкретно на этом участке бюллетени для досрочного голосования получили всего 5 человек. А это цифры по другим городам России, где 10 сентября тоже проходили выборы. Выходит, активно организовывали досрочку только в Барнауле. И организовывали не без казусов, в которых еще предстоит разбираться. Например, на этом участке в единый день голосования несколько человек обнаружили. За них уже кто-то проголосовал. И именно в досрочный период. Здесь кто-то проголосовал за женщину-инвалида. А на этом участке голоса 22 избирателей, пришедших на участок досрочно, и вовсе не попали в протокол. Им выдали не те бюллетени. Видимо, взяли не с того пакета просто. Краевая столица отличилась аномальным досрочным голосованием не в первый раз. На губернаторских выборах 2014 года 30% из пришедших на участки избирателей проголосовали именно досрочно. Выходит, работает система. И судя по тому, что руководил Барнаульским избиркомом 3 года назад другой человек, не Виталий Замаруев, а мэрии не Сергей Дугин, видимо, организована эта система на уровне вышегородского, краевыми властями. Вот только зачем? Версии озвучивали в партиях. Первая – продемонстрировать Москве высокую политическую активность барнаульцев перед президентскими выборами. Вторая – обеспечить возможность для фальсификаций, подмены бюллетеней. Чтобы это проверить, мы провели операцию под названием «Изотоп», где бюллетени были специальным образом помечены нашими агентами. Оставалось только обнаружить их. Мы охватили 12 избирательных участков, и на 11 из них наши люди, присутствовавшие при подсчете, обнаружили бюллетень с отметками. На одном «Изотоп» не нашли. Возможно, просто не заметили. Как бы то ни было, мы убедились, что как минимум на нескольких участках бюллетени не были подменены. А вот почему, или потому что таких планов не было, или планы изменились из-за активного контроля, вопрос оставим открытым. Кроме административного ресурса используются еще и другие способы воздействия на избирателей, такие как концерты, раздача подарков. Вот юридически, как это трактовать? Формально-юридически, это подкуп избирателей. Но фактически доказать это практически невозможно, поскольку данная статья Уголовного кодекса, она фактически мертвая. Мы собрали материал на эту тему, давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий день уже на другой площадке снова торжество, бесплатные напитки и газеты в поддержку кандидата. А покажите, что у вас? Недак, недак, недак! А куда вы убегаете? Удалось застать на этот раз и самого Андрея Солодилова. Правда, от причастности к празднику он почему-то открестился. Как вам праздник? Ну, это у них-то праздник. Мы коробку пошли смотреть. Ее и половину отремонтируем, половину заново все сделали. Потому что там порвали сетку. А участие Солодилова каково было? Деньги. Он нам, конечно, предоставлял им звуки свои. Не мудрено, что после таких зрелищ, бесплатных напитков и строительства хоккейной коробки в арварах индустриального района образовалась целая армия поклонников Андрея Солодилова. К этой тактике, заслужить голоса избирателей через хлеб и зрелище, прибегали многие кандидаты, но настолько методичны единицы. Вот уже центральный район. Мероприятие скромнее, но ажиотаж не меньший. Витаминки и конфеты дети получают на праздники кандидата Евгения Барсукова. Только вот вместе с юными жителями мероприятие посещала и его конкурент за место в Барнаульской гордуме. Марина Афанасьева из «Справедливой России». В раздаче сладостей она увидела подкуп избирателей и потребовала в суде снять его с предвыборной гонки. Барсуков же заявлял, к организации праздника он отношения не имеет. Видеодоказательства не стали аргументом ни для районного, ни для краевого суда. Мы сейчас вместе похлопаем и скажем большое спасибо Евгению Михайловичу Барсукову, который организовал для вас сегодняшнее мероприятие. Спасибо! Считать ли подкупом избирателей раздачу витаминок и конфет детям, пока еще не имеющим права голосовать? А подарки в виде напитков с предприятия, в руководство которого входит кандидат? Или строительство хоккейной коробки? Подкуп ли это? Фактически, скорее, да. Наверное, именно поэтому кандидаты избегают камер и отрицают причастность к праздникам. Но юридически доказать это непросто, ведь подарки в руки избирателей попадают чаще всего не напрямую от возможного депутата. Вот и находится подарок от подкупа на расстоянии вытянутой руки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь вот этот блок воспринимаем в целом. Как будто бы эта фотография имеет отношение к этому и наоборот. Совершенно верно. Юридически-то это два разных блока? Ну, юридически, может быть, это два разных блока, но визуально это все вместе. Это одно и то же. Нарушений здесь нет на самом деле. Да, но тогда вот я такой эксперимент проведу. Вот у меня есть тут разные лидки. Вот, пожалуйста, вот я кладу яблоко. Есть нарушения? Нет, тоже не будет нарушений. КПРФ. Аналогично. ЛДПР. То есть можно предположить, что и другие партии на следующих выборах будут использовать такие же примерно технологии. Да, совершенно верно. И этот обход законодательства, он используется уже не впервые. И довольно часто встречается в избирательной компании. В любой. День города, когда все жители именинники. С виду обычный праздник микрорайонного значения. Но по другой информации, встреча с кандидатом в депутаты Барнаульской городской думы Александром Локтевым. Вот и объявления соответствующие. Организаторы настаивают. Праздник. Жители говорят другое. Встреча с депутатом Локтевым Александром. Да? Да. И то есть это приглашали людей, да, получается? Конечно, конечно. Приглашали людей. И все его, как сказать, поддерживают. Приглашения на встречу с кандидатом Александром Локтевым с подъездов почему-то исчезли за несколько часов до мероприятия. Неужели отменили? Нет, вот он. Уже общается с избирателями. На праздник пришел и еще один кандидат в депутаты Марат Жумадилов. Под шумок, когда детям раздавали наклейки, взрослым вручали календарики с Александром Локтевым. Хотя это вовсе не встреча с кандидатом, а праздник в честь Дня города. Впрочем, ничего незаконного. Всем-всем они достанутся. А вы здесь как кто? Да просто как гости. Да просто как гости. Там где-то весят листовки про вашу встречу. Понятия не имею, кто их оплачивает. В смысле и делалось, не знаю. Но политика делает. Политика, тем не менее, проникла в городские праздники Барнаула. Грядущий день краевой столицы и юбилей края в августе-сентябре отмечались едва ли не ежедневно. И кандидаты, в основном от одной партии, присутствовали почти на каждом. Плюс линейки на первое сентября. Будущий депутат обязательно в числе поздравляющих. Голосовать за себя кандидаты не призывали, но агит материалы распространяли. И в целом привлекали к себе внимание. Становились на слуху. Вот уже знакомый нам Евгений Барсуков. Гость на концерте в Доме престарелых. Барсуков. Хитрость в том, что пришел он сюда не просто как зритель. В определенный момент Барсуков оказался в центре событий и поразил избирателей хореографией. Других кандидатов в пенсионеры так не кружили. Потому что во время концертов, когда все собирались в зале, сюда приходил только Барсуков. Хитрость в рамках закона. И вот жители уже готовы за тебя голосовать. Надо только заручиться поддержкой организаторов подобных праздников. Другие политики тоже пытались привлечь к себе внимание через станции, только уже в интернете. Кандидат в Бийскую Думу Максим Федюра использовал популярную композицию и попытался создать вирусный ролик. В интернете было популярно и другое видео с Максимом Федюра, в котором он уже предстает совсем в другом амплуа проповедника. Для большинства избирателей неизвестным. Потому что Бог, он живой и он исцеляет. Как выяснил наш бийский коллега Евгений Плохотин, еще совсем недавно Максим Федюра завлекал не избирателей, а последователей в религиозное течение. Церковь – новое поколение. Бийчане, которые видели этот ролик, задаются вопросом, зачем Федюра вообще пошел в политику. Есть мнение, что он собирался отстаивать не только интересы своих избирателей, но и проповедовать апостольское движение харизматичных протестантских церквей. Меж тем, информация о принадлежности кандидатов к каким-либо религиозным течениям и для избирателей, и для организаторов выборов, чаще всего неизвестная. А значит, теоретически, к власти может прийти последователь любого движения. Не только безобидного, но и запрещенного. Пока такой барьер законодательство поставить не может. Не в силах ничего поделать власти и с другими предвыборными хитростями. Партия ЛДПР пострадала, пожалуй, от самого масштабного за последнее время проявления черных технологий. Жителям Барнаула ночью перед днем выборов поступал звонок, и голос Владимира Жириновского призывал голосовать за партию. Затем уже в единый день голосования от лица якобы горы избиркома людям сообщалось о снятии ЛДПР с выборов за нарушение. Хитрость в том, что недоброжелатели стремились сначала привить раздражение партии, а потом показать потенциальным избирателям отсутствие смысла поддерживать ЛДПР. По всем упомянутым случаям кандидаты и партии писали заявления в правоохранительные органы. Но, как правило, привлечь кого-то к ответственности в таких случаях не получается. На самом деле за этой избирательной кампанией мы смотрели не только как журналисты. Мы смотрели эту кампанию, изучали ее в том числе изнутри. Вот у нас звукорежиссер Павел Свернов участвовал в выборах Березовского сельсовета Первомайского района, и он был избран депутатом. Но у нас был еще один кандидат. Вы прекрасно журналисты знаете, что к нам очень часто обращаются наши зрители, наши читатели, наши слушатели, и мы можем оказать какую-то реальную помощь. Но в последнее время власть очень неохотно откликается в том числе на наши запросы СМИ. То что говорить о людях, простых людях, которым вообще, в принципе, там на порог кое-где могут не пустить. И, собственно, поэтому и пошла, решила стать депутатом Барновольской городской думы. Собственно, у нас снято очень много материала, мы можем посмотреть, как это было. Для журналиста Елены Тетерятник путь в депутаты оказался тернист, со множеством резких поворотов и преград. Самовыдвиженец самостоятельно собирала подписи в свою поддержку, обошла всех соседей и знакомых на округе. Собрала нужное количество, но так и не была зарегистрирована как кандидат. Избирком настаивал, для регистрации не хватает трех подписей. Уважаемая Елена Геннадьевна, недостаточное количество достоверных должностей не позволяет им принять положительные решения о вашей регистрации. Это ее соседи, которые поддержали выдвижение автографами в подписных листах. Граждане России с постоянной регистрацией вот в этом их собственном доме. Глава семьи Мухаммад Абдулоев, бывший сотрудник полиции, на пенсии сейчас возглавляет таджикскую диаспору на Алтае. В том числе к нему, как к председателю Большого общественного объединения, чиновники обращались за помощью в организации выборов 10 сентября. А в подписных листах Елены именно его подпись, а также двух членов его семьи, избирком отказался учитывать, из-за того, что их данные отсутствуют в базе МВД. Наличие штампов с пропиской в паспортах для избирательной комиссии Барнаула оказалось недостаточно. Юрист Горизбиркома заверял суд, что им не дадут проголосовать на своем участке. Мол, законом именно на муниципальных выборах не предусмотрено голосование тех, кто не внесен в базу данных. Специально в первый день досрочного голосования Елена Тетерятник решила узнать, так ли это на самом деле непосредственно на их избирательном участке. Как и ожидалось, принять участие в выборах ее соседи, уроженцы Таджикистана, все-таки смогли. 10 сентября никто и не вспомнил о том, что этих избирателей нет в базе МВД. Выходит, говорит Елена, если бы в суде закон истолковали по-другому три недостающие для регистрации подписи, она получила бы еще на первом этапе. Мы же приходим всегда на голосование с паспортом. Мы приходим, показываем паспорт. Они смотрят прописку. Да, прописанный. Живете ведь там, по месту прописку. Да, по месту прописку проживаем. А в этом году председатель оказалась заведующей детского сада, где супруга работала 10 лет. Удивило Елену и то, как в суде истолковали другую законодательную норму по проверке подписных листов графолога. А именно графолог окружной избирательной комиссии выбраковал у нее еще ряд подписей. Как выяснилось в судебном заседании, эксперт не просто должен быть сотрудником полиции, но и обучен специальной методике, которая позволяет ему проверять тексты на подлинность не в течение нескольких дней, как это обычно делают графологи, а всего за несколько секунд. Методика, видимо, настолько секретная, что мало кто о ней знает. Странным кажется лишь то, что никаких документов, подтверждающих владение такой методикой, ни в суд, ни в избирательную комиссию не требуется. Остается верить эксперту на слово, какое заключение дал, то и правильное. В итоге, после очередного суда, буквально за неделю до дня голосования, пришел очередной отказ в регистрации. И вот день выборов уже давно прошел, а судебное разбирательство по ее делу еще впереди. Доказывает свою правоту Елена Тетерятник намерена уже в Верховном суде. Получается парадоксальная ситуация. Выдвинуть своего кандидата они не могут, мог прийти и проголосовать за другого? Пожалуйста. Это, на самом деле, я считаю, пробел в законодательстве, потому что активное избирательное право, оно неделимо. То есть, если человек имеет право выдвигать кандидата и голосовать, стало быть и наоборот. Это право, оно никак не расчленяется. Это один момент, с которым мы столкнулись. И второй момент, это, конечно же, эксперт-графолог. Ну, в моем деле Верховный суд еще вынесет решение. Да. А что касается графолога, то стоит отметить, что в законодательстве заключение графолога воспринимается всеми безапелляционно. И у нас, как у стороны процесса, отсутствует возможность предоставлять свои доказательства, своих экспертов. У нас был эксперт со стажем работы в ГУВД более 20 лет. У него различные награды, его знает все экспертное сообщество. Суд не учел вообще этого доказательства. Итак, обобщим. Что мы увидели? Скрытый подкуп избирателей, проблемы с досрочным голосованием, проблемы с самовыдвиженцами. Все это пробелы в законодательстве. И остается только надеяться на то, что в законодательство внесут коррективы, которые все эти вещи как-то отрегулируют. О прошедших в Алтайском крае выборах и курьезах мы проговорили еще часа два. Благо, обсудить было что, но о сколько мы еще не сказали. Надеемся, что собранные нами факты не останутся незамеченными. И наш фильм поможет усовершенствовать законодательство о выборах, чтобы они проводились действительно честно и действительно открыто. Редактор субтитров А.Семкин